Площадь музыки заполнена молодыми людьми и прекрасным, пока еще летним настроением. Вчерашние школьники уже сегодня начнут открывать для себя все прелести и трудности студенческой жизни. Но есть у этого торжества и другие виновники. Сегодня мы будем участвовать тех, кто, несмотря на все сложные обстоятельства, не испугался, помогал ближнему человеку, помогал всем нашим гражданам в возрасте 65+. Плюс мы начинаем череду такого традиционного уже, наверное, скажем, акции «Спасибо волонтерам» за ту работу, которую они проводили в рамках пандемии. Стоит отметить, что это один из первых живых концертов после периода самоизоляции. Конечно, все эти месяцы проходили различные онлайн-выступления, но разве это можно сравнивать? Молодые тамбовчане устали сидеть перед мониторами, и зажигательная программа с песнями и танцами дала им неоценимый заряд бодрости и веселья. Но вернемся к волонтерам. За время изоляции в акции мы вместе приняли участие тысячи тамбовских юношей и девушек. Для молодых людей, которые помогали другим во время пандемии, учредили специальную президентскую награду. Что касается нашего региона, почетный знак отличия получат более 150 волонтеров. Для награждения социально ответственной молодежи на площадь музыки прибыл лично первый вице-губернатор. В это непростое время волонтеры оказывали людям помощь разного характера. От решения бытовых вопросов до юридических консультаций. Олег Иванов отметил, что добровольцы настолько самоотверженно старались уберечь людей от коронавируса, что некоторые из них заболели сами. Они перенесли это тяжелое заболевание, и мы очень рады, что они сегодня здесь с нами в строю. Посмотрите на наших волонтеров. Это представители лучшей молодежи, которая есть в стране, молодежи Тамбовской области. С праздником, дорогие друзья! А вам, коллеги, большое спасибо за то, что вы делаете. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков. Область новостей.